В России могут отменить обязательное прохождение технического осмотра для владельцев личного транспорта. Соответствующей инициативой выступили депутаты «Единой России». Согласно законопроекту, процедура должна быть добровольной только для физических лиц. Техосмотр будет необходим лишь при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Подробности в материале Никиты Васильева. С предложением отменить обязательное прохождение техосмотра парламентарии выступили в середине сентября этого года. По задумке авторов законопроекта, в случае принятия закона, автовладельцы смогут отправлять машины на техосмотр по своему желанию. Как подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедура должна быть добровольной только для физических лиц. Легковые автомобили и мотоциклы с техническими неисправностями редко попадают в ДТП. Вероятность этого оценивается как очень низкая. Конечно, при условии наличия ОСАГО. Иными словами, по мнению авторов законопроекта, прохождение техосмотра сегодня излишняя и порой неэффективная процедура. Напомним, согласно нынешним нормам, ТО обязателен для машин, с даты выпуска которых прошло 4 и более лет. Если новая редакция закона будет принята, то техосмотр будет обязателен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Несмотря на то, что на первый взгляд водителям вроде бы упрощают жизнь, не все из них поддерживают данный законопроект. В России хотят отменить обязательный техосмотр. Как относятся к инициативе? Скажите, пожалуйста. Нейтрально. Почему? Мне все равно. Отрицательно. Почему? Ну, а как? Ну... Потому что ездишь, стучит, стучит что-то. А по шуму на техосмотр, те определили. Ну, конечно, надо поддерживать. Поддерживайте. Почему? Да потому что это бесполезная вещь. Отрицательно. Почему? Потому что техосмотр нужно проходить. К инициативе к этому отношусь, скажем, наверное, более негативно, потому что автотранспорт должен обслуживаться, его должны как-то осматривать, и многие люди не следят за своими автомобилями. Получается так, что автомобили ломаются на дороге, создали дополнительную нагрузку на дорогу. Действительно, то, что неисправные транспортные средства часто становятся причиной дорожных инцидентов, подтверждают и в ГИБДД. По данным регионального управления госавтоинспекции, с начала текущего года произошло 57 ДТП, причиной которых стала техническая неисправность автомобиля. При этом только по официальным данным в этом году выявлен целый ряд случаев оформления диагностических карт без проведения техосмотра. В этом году установлено 6 фактов, возближено 6 дел административного правонарушения по части 3 и 4, статьи 14.4.1 Кодекса административного правонарушения. Штраф идет на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей, но в зависимости от позиции суда, может и меньше штраф будет наложен. Словом, единой позиции по поводу возможной отмены обязательного техосмотра в нашей стране нет. Кто-то из автовладельцев идею поддерживает, а кто-то нет. Очевидно, что законотворцы, отменяя обязательный ТО, опираются на личную ответственность каждого водителя. Однако, возобладает ли она в конечном счете или победит, например, желание сэкономить на необязательной процедуре, покажет время. Напомним, что средняя стоимость проведения техосмотра сегодня начинается от 500 рублей и заканчивается несколькими тысячами в зависимости от категории транспортного средства. Но что значит эти деньги в сравнении с ценой человеческой жизни? Ведь, согласно статистике, в ДТП из-за неисправности транспортного средства только в этом году 71 человек пострадал и 17 погибло.